Библейский портал экзегет.ру представляет следующий. «Вместо него, Иурама, жители Иерусалима поставили на царство его младшего сына Ахазию, потому что старшие были убиты, когда отряд, причетящий с арабами, напал на военный лагерь». Это все описано в предыдущей главе, как как раз наказание за его нечестие. Арабы налетели и убили. «Воцарился Ахазия, сын Иурама, иудейского царя. Когда Ахазия стал царем, ему было 22 года. Он царствовал в Иерусалиме один год». Уже видим некую трагичную историю. Его мать Гафули из рода Умри, то есть из северного царства, которое мы уже знаем языческое в массе своей. Он шел по пути Ахавова рода, потому что мать побуждала его к нечестивым поступкам. Ахавов род, род царя Ахавы, он упомянут в связи с военной компанией, которая довольно подробно описана. Это языческий северный царь, у которого еще 400 пророков было. Он творил дела, ненавистные Господу, как и все потомки Ахавы. После смерти отца Ахазии они стали его советниками и привели его к гибели. Так, по их совету Ахазия двинулся вместе с Иорамом, сыном израильского царя Ахавы, на Рамот Галаадский, опять тот же самый город, который уже был местом кампании, где потерпели поражение вот эти две страны. Воевать с Хазаэлом, царем Арама. Арам, ну, Сирия, вот эти арамейские царства. Но Арамей ранили и Орама. Прямо все повторяется, да? Раньше они ранили Ахава, и тот погиб. Теперь и Орама, ну, все равно царя. Он вернулся в Израиль залечивать раны, полученные от Арамеи в Фрамоте, где он сражался с Хазаэлом, царем Арама. Иудейский царь Ахазия, сын Иорама, тоже отправился в Израиль навестить раненого Иорама, сына Ахава. Все это произошло с Ахазией по воле Господа. Когда он прибыл, они вместе с Орамом вышли навстречу Иогу, сыну Немши, который получил помазание Господня и должен был уничтожить дом Ахава. То есть не просто мятежник-заговорщик, а получил помазание. Он Господом был на это назначен. Иегу совершил суд над родом Ахава. Сначала он выследил и убил иудейских сановников и родичей Ахазии, состоявших у него на службе. Потом он стал искать самого Ахазию. И тот был схвачен в своем укрытии в Самаре. Его привели к Иегу и убили. Они похоронили его, помню, что он внук Иосафата, почитавшего Господа всем сердцем. Ну и пошли дворцовые перевороты. Уже даже мы начинаем путаться, кто там за кого, кто кого убил. Но убили, в общем, нашу Ахазию. Годик он с его процарствовал. Потому что, как объясняет наш автор, конечно же, потому что он шел по пути Ахавы, языческого царя. Более того, постарались искоренить всю его династию. Среди потомков Ахазии не было никого, кто был бы способен взять царскую власть в свои руки. Когда Гафолия, мать Ахазии, а она у нас нечистивая, да, узнала о смерти сына, она перебила всех наследников престола Иудея. Ничего себе. То есть, получается, в том числе, например, своих внуков? Да. Она хочет царствовать. Это тоже примеры в истории нередкие. Но царевна Иохашева похитила Иваса, сына Ахазию, одного, и не дала убить вместе с другими царевичами, спрятала его в спальне вместе с его кормилицей. Гафолия так и не смогла его убить, так как Иохашева, дочь царя Иврама и жена священника Иохояды, спрятала ребенка. Она ведь была сестрой Ахазии. То есть, племянником он ее был. Шесть лет его скрывали с ними в храме Господа. Страной в это время правила Гафолия. Это уникальный пример правления царицы-матери для библейских текстов. В истории, конечно, совсем не уникальный. И что же будет дальше? Вот это очень интересно. Мы подходим к такому моменту, когда хорошего решения нет. Вот были цари, которые повиновались Господу, и которые исполняли его волю. Ну, иногда они в чем-то давали слабину, и тогда у них все шло не очень хорошо. Но канал общения был вот такой. А тут пошла уже вакханалия, да, дворцовых переворотов, бессудных казней. Бабушка убивает собственных внуков, вообще какое-то зверство невиданное. Как это все исправить? 23 глава предложит очень необычный, хотя в то же время вполне ожидаемый рецепт. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова